Ну что ж, витаю всех ты, кто долучился. Будем потихенечку починать. Раз подеюсь, что людей к реку поболее, ну а для последовательного перепынку меньше людей, больше, скажем так, часу на отказы на пытание. Сегодняшний стрим будет присвящен в первую очередь падеям в Беларуси и тому, как они могут развиваться, або обмежеванием внешним рамкам, внешним межам, у яких могут гэта падея рухаться в тот и інший бок. И те, кто давно на моем канале, думаю, не памятают схемки на конт или гетимности наявности ресурсной базы, яке я выкрыстовую, ну и не только я, в принципе, яке есть базовый, одним из базовых инструментов моих коллег у анализе и спробах прогнозывания политичных падей. Пакую, что сразу коротко по стриму нагадываю правила базовая мова беларуска, мне так просто крышку простей. При этом на пытание у другой части стрима я отказываю, намагаюсь отказывать на мове, на какое пытание было поставлено. У комментариях отчувайте себе вольно. Одинное, что, ну, при нам, что до эпитета у датычных моих степлых особ. Датычна один одного я, вернее, прошу быть максимально, ну, скажем так, корректными, потому что, вот, я как раз таки заобразно заспробую наехать на иншого удельника дискуссии, ну, тут доведется банить, або выдалять эти комментарии. Еще раз, когда это у мой адрес, все одно, что называется, не прошу бить. Поэтому, ну, вот, такое базовое. На пытание у другой части я отказываю по мере их поступления, вот, то, что на запасе. Вот, в первую часть, далее, кратаю комментарии и то, что бачу, намагаюсь отказывать. Отповедно, когда вы бачите, что я отказываю уже на наступное пытание, на ваше не отказал, то можете просто копить пастись, альбо повторять. Ну, на этом быцем бы все. Почнем с ключевой темы. Итак, я анс, он описание до видео и у анонсе стрима ансвал, что гэта початок нового сезона политичных. И багато учим гэта соправды так. Чему размова идёт про новый политичный сезон? Потому что ключевые силы, яны, фактично, опынулись в тупике. Они достигнули альбо максимума, альбо минимума у межих второй модели. Без смены модели Паводинов ни Лукашенко, ни его оппоненты не могут переломить ситуацию. Гэта першая базовая у Монакаши вводная. Другая базовая вводная – гэта кризис легитимности. Так, здесь пару месяцев тому закинул на парочку интервью, после пошли от Меркова и Тихановской. Пытание как раз таки не у самой пани Тихановской. Пытание у сегментации белорусского громадства, темлику и ядра протестов. И то, что каждый сегмент живет у своей информационной и политичной, назовем так, бурбалции, резервации, как угодно. Кому как угодно, прошу пробачивания. Загадя, ядь прихильник больше резких вызначений, тому махчима, кому-то это будет выхаризнать. Тому я называю это резервацией. И, отповедно, пытание легитимности, ну, коротко нагадаю, что легальность – это то, насколько, отповедно до истных законов, та истинщая группа отримала у ЛАД. Это легальность. Легитимность – это то, насколько мы этого группа вызнает лидера лидером, и насколько мы этого группа готова подпородковываться его новым решением. Это означает, что она готова а – долеговать полномодство, проставлять, говорить за себя, и б – выполнять его новое решение. Легальность и легитимность – они могут быть то истами. У нормальной демократичной суспольности это может быть одно, но факт легальности – он застается. Это константа. А факт легитимности – это то, как воспринимают политического лидера или политическую группу. И легитимность – это как кепская тонковка, и она постоянно осыпается, и ее надо обновлять. И легитимность не может быть постоянной. Верь, мы просто приклады. Вот тут зараз украинская часть аудитории, я думаю, она узгадает. Виктор Федорович Янукович с его навыказами «Я легитимный». Я нагадаю, что Янукович в 2013-2014 годе был легальным президентом Украины на открытый успех, потому что он был обранным на выборах по поводу законодавства. Но своими решениями на конце 2013 года он стратил легитимность в сиротзначной частке населения. Отповедно, легально засталась легитимности не была. При этом у него была легитимность участия украинских регионов. Нехай она жива, нехай она падала, а и она была. И вот это точно справа в данный момент, что легитимность – это фактически речь часовая. И запас легитимности приходит после электоральных кампаний, после великих политических кампаний. Но после легитимности потребуется деяниями, их выниками с позиции политической группы, когда это не Улады, а любое она возникает. У представителей Улады то же самое. А любое она поддерживается с этими электоральными кампаниями, с этими позитивными деяниями, а любое она возникает. И, соответственно, с данным на сегодня у Беларуси есть кризис легитимности. Потому что Лукашенко легитимный сирот своего базового электората. И он и легальный, и легитимный. При этом, с пункта легальности, тут так само есть кризис, потому что неможемо сказать, насколько легальна та тяньшая группа с пункта легально политической деятельности. Было испытание и как Лукашенко, скажем так, заховало уладу ее испытание на контрлегальности оппоненту. Легитимность оппоненту. Был запас легитимности, причем запас легитимности как раз таки на супрадение, на выступ, умовно кажучи, супраць Лукашенко. Не было запасу легитимности на переход улады. Это можно было бы трансформовать в легитимность, как улады, но это не было сделано. Про это, в принципе, так само те, кто дал у меня на канале, память, вот, когда схемки пойдут, будете узгадывать, что про это сказал, поперечиво уже вельми вельметално. Ну а теперь начнем просто с пункта углежения того, дальше его пришла ситуация, как уже вот дарма не марновать час. Итак, на початку базовые схемы. Это умоны, конечно же, крышку теории той, яким чином и як корыстаемся инструментарием. И рекомендую, коли поличите его адекватным, так само им корыстаться. Итак, злева две схемки. Справа кротко описание, другой вот, левой нижней. Итак, первое, факторы стабильности политической системы, альбо стабильности политической группы, коли это не улада, альбо факторы стабильности державного улада. Тут все одно. Легитимность внутренняя. Это означает, насколько внутри ключевые гульцы доверяют, альбо делегуют свой полномост и лечить уладу улады, або лечить лидеров лидерами. Она поделяется на легитимность сирот насельництва, это легитимность массов, и легитимность сирот элитов. Да, элитов. Это не только, назовем так, те люди, что при уладе, потому что часто густые элиты их назвать тяжко. Это бизнесмены, это Новоколуцы, это Мастаки, это и так далее. Тут много складников. Легитимность внешняя. Накольки сусветные державы, сусветные региональные лидеры лечить альбо политический рух легитимным, альбо политическую уладу легитимным. Знову таки, это может не отвечать одно одному. Такой пример, это кризис у Венесуэля, когда ГУАЙДУ лечили легитимным, аль нелегальным. Знешняя сила. Ну и частковая, но они спорвали зарабить зеху легального лидера. Ну так, скончилась эта, скажем так, анекдотична, все протягивается, а про ГУАЙДУ уже узгадывать менее. А тем не менее, вот такой, что это как раз таки легитимность. Альбо, приклад Ирана. Шалена внутренняя легитимность, наявность внутренней легальности, по поводу закону, аль верьми обмежевана внешняя легитимность. Ресурсы. Ресурсы – это не только гроши, тут верьми важно. Это экономичный ресурс, тут так, финансы, аль люди, технологии, виды. Потому что просто с пачкой грошей ты мало что сделаешь, когда у тебя нет людей, когда ты не видишь, как. Силовые ресурсы. Это структуры и механизмы прямого судового канала своих решений и арбитража. Верьми, верьми важно еще раз. Это не только пытание, скажем так, людей со сброей, альбо людей с кулаками. Это пытание внутренних ресурсов для решения спрэчек. Арбитраж, суд и так далее. Организационные ресурсы – это обмен информаций, анализ решений. Это означает, насколько внутри системы, або насколько твоя группа с аналогичными группами обменивается информацией, насколько она анализует то, что отбывается на вокал, насколько она принимает адекватные решения и может их выполнить. И далее агичные ресурсы – это маркеры воспринятия на вокалле, это цементуют идеи, цементуют або рух, або громадство, або выборщиков в выпадку, когда говорят про державу и про державную владу. И идея, эти изменения, некие политические качества, это в выпадку, когда идет про политическую силу. И внешняя поддержка – она может быть силовой, организационной, финансовой, идеологичной, информационной, политичной, ну и так далее. Это внешняя поддержка, в первую очередь, натурально от других держав, но не треба зацикливаться только на инших державах, это может быть сирот инших, и внешняя поддержка, ну не знаю, бизнес-колу, еще чего-то. Поэтому, тут можно умовно сказать, что с этим спокойно гулять, и с этим спробовать. Теперь пошли на конь передумову стабильности той теньшей системы. Итак, стабильный сценарь. Стабильный сценарь, когда есть большая частка факторов, которые указывают на бок силы, або улады. То бишь, альбо политичная сила, або улады. Как это значит, альбо внутренняя внешняя легитимность, она может компенсовать, например, недоход ресурсов при наявности внешней поддержки. Это такой еще приклад, то, что отбывается зараз в Украине, подчас войны. Альбо, есть внутренняя легитимность, нема внешняя легитимность, нема внешней поддержки, али есть ресурсы. Прыглад Ирану. Те варианты, когда внутренняя легитимность слаба, али есть внешняя поддержка, ресурсы и внешняя легитимность. Так само такой вариант может быть. Это относно стабильный сценарь. Наступный, когда нема двух и более членников. Это называется кируемая дестабилизация, або кируемый кризис. Кируемая дестабилизация, або кируемый кризис, это уже не стабильная ситуация. Это уже означает, что альбо держава, альбо система, она, ну скажем, вельми мощная, она уразливая от внешних факторов, от внешних ударов, от внутренних. Ну, одним словом, она не стабильная. Але при этом есть максимумность пленовать, есть максимумность реализовать свои идеи и выходить на больший стабильный сценарь. И третий, это погроза краху системы, або некируемый кризис и некируемая дестабилизация. Это в этом случае, когда система, она быт самая шестная. То есть, все нормально, люди ходят, у камезелька, сустракаются, там, тиснутся один одному руку. В общем, управленники, решение, говорили про державную владу, строкаются со внешними ридерами, а при этом от них уже мало что залежит. При наявности, например, внешней подрымки, она может истиновать в таком формате досыть долго. Але до того момента, пока не зряется больше-меньше мощная организованная сила с наявностью ресурсов к перевернению ситуации. И вот теперь поговорим до кон того, что отбывается внутри Беларуси. По великим рахунку, коли брать и группы оппонента Лукашенко, брать самого Лукашенко, то одна и другая частка и они знаходятся на самом нижней межи по кулешей керуемой дестабилизации. По кулешту. Олег, еще раз, на межи провалу просто у ней керуемый сценарь. Потому что, странно на сегодня отточение. Отточение Лукашенко подобрало все, что могло со своей группой. Оно стабилизовало группу. И вот социология там разная. Тут можно по-розному ставить задача там хаоса. То же самое показывают в Ардамаске. То же самое показывают с российцами. Это здесь 35% разом с теми, кто ну так, воспринимает наименьшее зло. Но это даже не 50%. Это очень мало для стабилизации ситуации у межих политических кризисов. Оппоненты Лукашенко то же самое. Есть ядро, которое у Лукашенко около 20-25%. Есть тех, кто не кем спочитает, воспринимает максимум как наименьшее зло. Но не потребуется. Такая же самая количество. При этом и там, и там с ядра выход на тех, кто воспринимает наименьшее зло, выхода практически нема. Информационного, идейного и другого. И отрабатывается, что обо два баки они зашли в тупик. При этом ключевые факторы, которые привели режим Лукашенко до кризиса, они не вырешены. Это означает, что есть дефицит качественных выконауцев. Фактически дефицит кадров шаленый. Дефицит идеи, которые только взмаснились, потому что час затискания, час репрессий, когда пробовали стабилизоваться за какой-то силовой компонент, которая была. Один, которая была, потому что без идеологии, без обмежанной количественности ресурсов все остается только силовой ресурс. Он привел до того, что внутри системы организационный фактор, то есть, что звучит как внутренняя критика, анализ, принести решение, он взвозился. потому что сказать неприемный папе Коле вельми небеспечно. И все. Отповедно, нема на внутренней критике, и плюс сама якость вертикали улады на середнем и низовом узроне, какая застается, ну просто аховой. Потому что можно навод гениальное решение, допустим, там, крышечку пофантазуем, что есть некий гениальное решение о кировании державой, можно принимать навод гениальное решение, а если у тебя нема их выконания на местах, то это все разваливается. Поэтому тут ситуация в принципе ну нельзя сказать, что она добрая. Это относится на стабилизацию в период кризиса, но это не перемога, это не выход на стабильную ситуацию. Это все еще кризис. Оппоненты Лукашенко. Ну тут тут скажем так еще горж. Потому что на жаль, оговорка, где не про стабилизацию ядра, на больш-меньш великим оговоркой шла про звужение этого ядра. Так, зараз этот процесс с быцем воспринимается, но передумов для резкого подширения нема. При этом есть страта легитимности у больших стекольцов и при этом у ключевых. И одной из проявлений страты легитимности является внутренний срач. Беларусы наблюдали на протяжении двух месяцев. Разные группы наезжают на разных лидеров часто с ударами ниже за поясом. При умове великой легитимности у лидеров этого не отбывается. Может отбываться критика, может створение что не отбывается такого брудного срачка. И это очень тревожный звоночек. Все наезжают на всех. Сам процесс может выйти на что остановить, но процесс затягивается не обеспечен, потому что он руйной решетки легитимности во всех. Ну и теперь давайте пойдем далее по табличках, по слайдикам и поговорим конкретно про кожный сбоку. Так, как не быть голосом, я просто взял старые слайдики по той же самой таблице кируемой не кируемой дестабилизации, а густабильная ситуация с минулого по за минулого года, то, что давал, их вместе улево поддал ситуациям в 2022 год, и махчимы реальные задачи на початок 2023 года. Потому что, еще раз, как Лукашенко с его оппонентами, так и его оппоненты не изменяют свою линию по Водину, то в 2024 они проиграют. Ну, в 2025. Это означает просто руйнование их подморку их деяностей. Итак, 8-20-х. После выбора была легитимность у массы, тому, что полная колькость людей лечила, что Лукашенко набрало вельное мало. Причем, эта колькость была достатковая, легитимность у массы разместить светло-зеленым простокутнику. Это, конечно, не полная легитимность, была достатковой, великой. И вагались великой. Вот легитимность. Думали, что делать, как делать, но, как бы там не было, это было не отмовано. То бишь, приглядались. Экономичные ресурсы. Так, были гроши укладены в выборную компанию, плюс белорусы активно донатили. Экономичные были. Целовых ресурсов не было. Организации. Очень слабые, их практически не было. Из-за этого я постоянно пинал и Координационную Раду, и НАУ, и штаб Тихоновский. Что потребуют нормальные организационные ресурсы. Не копия администрации президента Лукашенко с теплой ванной, а нормальной организации. Еще раз. Анализ того, что было с этим не держалось. Признание помылок работают над помылками и решениями, которые выполняются. И организационные ресурсы это все равно арбитраж и решение спрячек внутри. Не то, что ты говнюк, иди отсюда. А не, выращение спрячек. Вось арбитража сирот оппонента Лукашенко нема. До сюда речь. И идеологичные ресурсы. Идеологичные бы уверенный Мостник это солидарность и не Лукашенко. Подтрым козвонку. Частково на бок протест Лукашенко працевали медиа Российской Федерации. При этом до девятнадцатого жизни они працевали на полницу. После что называется зарабили первый рот у Паветры. Али как бы там не было старый запас заховывался в Польше или ТВС. Двадцать перший год. Давайте узгадаем, что ультиматумы пани Тихановской, заклики про страйки от инших группов. И все это отбывалось так. Ну мы что-то сказали у Паветра. Пасля про это замолчали. И от Паветра все это сказал и не зарабил, не отбылось, а все это уплывает на легитимность. Легитимность начинает падать. Легитимность сирот элитов. Так само застается уже в тем поре при этом на жаре она начинает так само снижаться. Потому что есть певные признаки раскол элиты. То есть недержавный бизнес по раннейшему не ставится прихильно, али ставится осторожно позитивно. Вертикаль с разобраного стану перешла у стан резкого неосприятия. Вот какая легитимность. Так, вот какая легитимность сбоку европейского союза США есть и с этим ничего Лукашенко зарабить не можно. Но нет легитимности сбоку той же самой Туречкины, того же самого Китая, но про Россию я молчу. Экономичная. Тут очень интересно. С одного боку приходит мощная грантовая поддержка, с другой боку есть рост потребов и уластных ресурсов, есть снижение собранных уластных ресурсов. Простые же самые организации сбора допомоги, байсолы и все еще. Простые силовые ресурсы это преимущество выполнения своих решений. Потому человек, который носил погоны, это человек, который носил погоны. но если говорить о системе преимущества выполнения и контроля выполнения, это как не было, так и не было. И организационные ресурсы. Так, разные форматы, разные организации, исходы, это все возникало, но давайте узнаем, память, координационный совет. судовая организация, было на сколько людей до сюда ездить, называется координатором координационной рады. Кто-нибудь может сгадать, чем занимается координационная рада, чем она занималась в прошлый год? Сама. Не на групповом вздымке, а мы разом с неким, просто собравшись и отрывавшись за кост координационной ради проездной по Европе и долготорминовую визу. Нет. А вот просто чем мы занимались конкретно, как координационная рада. И вот в таких структурах их возникло до садкова шмата. И, соответственно, организационный ресурс не греющий на большую колькость разных солов, полу и всего иначе, и он начинает снижаться. Потому что люди внутри крутятся просто меняются шибко. Идеологичные ресурсы. Идеология огромная солидарность не Лукашенко. Это часовые эмоциональные мобилизующие идеи, али агульные новые идеи так и не усникло. Из-за кошт снижения внутренней легитимности отримывается сегментация, которая начала появляться белорусского громадства, даже ключевые тезы, механизмы бороться с группой, которая есть при уладе в Беларуси, они не находятся агульной поддержки. Поэтому идеологичный ресурс начинает расползаться. Ну и поддержка звонка состоится мощно от Европейского союза США. 2002 год. Ну давайте так, легитимность. Ну, загадываем про срачок. Итак, нема росту и есть блокирование выхода на новые группы. И вот тут я уже разделил. Легитимность сиротых белорусов, которые успели выехать. Так, она есть. Она в зеленом поле стабильна. А сиротых, кто застался. И вот тут уже начинается хоть светло-червоне поле, то бишь, брак легитимности, чем ее наявность. Легитимность и ритм. Еще больше погаршение ситуации. Так уже в этом поле, пока что это не есть, не восприняем, но динамика негативная. Вон, легитимность падает. И тут достаточно просто покамуниковать с политиками, с амбассадерами разных держав. Так, белорусских лидеров протестов воспринимают, воспринимают, скажем так, на международном поле, но на сколько прислуховаться, давайте узгадаем, например, в Чехии, и визы для студентов. Когда они заявили, что мы перемогли, по факту оказалось, что крышка не так. Вот. Экономичные ресурсы. Так же самое, они заважаются, плюс, как это дадалось за кошт снижения уровня легитимности, дадались скандалы и потребования, давайте вот это, давайте покажите, на что вы тратили гроши. Силовые ресурсы. Так, начали заявляться, но я скажу про огульную группу оппонентов Лукашенко. Такое такое, что начали заявляться больше организованной группой, которые занялись конкретными справами, нехай силовыми, но и занялись. Но при этом, снова таки, такого же самого арбитража нет, и ресурсы распорожены, их крайне мало. Организационный раскол – конкуренция старых групп. Идеологично. Те же самое, спробу пошуку, потребка звонка застается. И, соответственно, максимальные задачи, на которые можно выйти в 2023 году, когда реально працевать. Как вы видите, зараз, в 2022 году, ситуация, нами живут, как я сказал ранее, некируемая дестабилизация, как это некируемого кризиса. Когда ты просто иснуешь тому, что, ну, прихлопнут тебе шкода. Альбо лениво. Ты, кто тебя потребливает. Отповедно, ключевая задача – выход на полную стабильную ситуацию. Хотя бы односто стабильную. И задача. Итак, легитимность родной массы – вернуть хотя бы у промежливого поля, как означает, обновить выход на новую группу. И тут, какая-то край важная задача, потому что мясовая пресса, альбо под колпаком, альбо изнищена. Ключевые информационные ресурсы – так, были спробы разных организаций, там, у нас, конечно, Варшавский, Центровинский, уплывать на полные группы сродка массовой информации, но это не есть группы, которые выходят широко. И тут пытание нового формата и новых подходов. Как просто разбирать в этой межрезервации. Конечно, когда и хочется разбирать. Потому что иначе это будут лидеры демократичного руха, которые приехали в эмиграцию разом со своими партиями. И вот эта задача является одной из ключевых. Потому что без вертания в уровне легитимности это не могло сделать. И еще справа, а прочие информационные это можно за кост стабилизации организационных ресурсов. За кост заявления субъекта, субъективизации. и к початку ну скажем працы нехай по малых, а не конкретных кроках, которые вертают надеют. И вот сказали, зарабили, сказали, зарабили. Причем сказали, зарабили не действие за межо, сказали и полные водки были у Беларуси. Позитивные. Вот тут верьми важно. Измена ситуации. Позитивные. Элиты. Знову-таки пытались стабилизации элитов. Это так сам, но это выращается уже про идеологичный ресурс про некое бачение будущего и знову-таки про коммуникацию. Вонковые. Ключевая задача захавания. Потому что на фоне войны в Украине зараз не те говорки про повеличение вонковой легитимности. Ну так, испаримаюсь и дякую. Принаймось захаваться на тем же самым то же самым мешах. Итак, теперь экономичная. Стабилизация. Это самый идеальный вариант. Это экономичный ресурс. Это повеличение, стабильное, шматно. Реальная задача спонить падение. Вот это больше реальная, но тут залежит от уровня оптимизма человека, кинализуя. Оптимистичная и реальная. Силовые. Структурование. Так. Вот станом на тебе наплодили про тьму разных групп, групп, инициативу. Пытание структурование и пытание отсеять и перестать воспринимать, перестать на вот как бы сказать прошу про обращение загрубить. Займаться виртуальным сексом, подтремливающей организацией ничего не робить. Как это просто организация для тримания гранта, переписать на его полную сумму, ну окей. Не требует тогда выпячивать. А либо просто перестать коммуниковать с мертвыми структурами. а живые отповедно формование системы взаимодействия. И это наводит слаг, возникает блатонина и в принципе люди нормально начинают сформировать ситуацию. И отповедно субъективизация это означает изнотики пытание от малых кругов. Сказал, зарабил. Ну ты понял как субъектность белорусских доброходников в Украине. Сказали зарабил. Они сделаны конкретную справу. И за кожей они урвались внутри белорусского политического простора. Потому что можно сказать что это субъект, но сказать тысячу разов. От этого ничего не изменится. изменяется на сколько твои слова уплывают. Это реагичное. Тут ключевое. И реально выход на позитив. Потому что есть объединение аналитических центров. Что это будет сделать. На анонсованной форме начали думать о обыкновении вопрос. Что делать дальше. И это уже не в узкой коле однодумцев сидят. то, что ЦИХНОВСКО организовывали. И поддержка звонка. Стабилизация. Это ключевая задача. С этой можно выходить на 2023 год. потому что с таким подморком можно працевать далее. И увеличивая ситуация у оппонента в режиме Лукашенко так само аховая. Той, кто больше стабильный, той больше силы. Не за того, что ты просто больше стабильный и ты больше организований. И вот это один из шансов. Теперь берем отношения Александра Лукашенко. А либо белорусскую владу, если хотите. Итак, 20-й год. Осень. Вот видите, что они стояли фактически на некируемой дестабилизации. Иллюзия обвалу у населенства. Легитимность рода элита. Частковая легитимность и кризис внутри вертикали. Вонковая. Вагание на початку еще зеленого поля, которые начали сползать после червоного. Вагание с внешних улицов, потому что 20-й год початок был в принципе, полный запас легитимности и до умовно скажу, листопада 20-го года эта легитимность относительно капала. Экономичная. Отсутность структура кризисового кирования. Тут нагадаю, COVID-19 плюс эмоциональная мобилизация и фактично политический кризис памятности, кто дозревали грошима и как раз таки наибольший отток золота валютных резервов пошел на той час. Силовые. Не было бы певность. Силовики так само были, ну скажем так, я бы не сказал, что зусим лояльны, и они были бы разгублены. Организационная абсолютно невызначенность. Вертикально засыпалась. Идеологичная. Отсутность коммуникации, отсутность нормальных идей, что делать далее. Подтримка звонка частковая. На тот момент РФ, КНР и частково протягивались полные программы с заходника на кировку. Стабилизовались на базе. Еще раз. Вельми важно. На базе, на своей электоральной базе, как и не есть стабилизация на громадстве. Это стабилизация на таких же самых 20-ти, после выросли до 25-ти стабилизации на невеликой колькости населенности. И формовать эту резервацию свою, внутреннюю. Потому что как оппонента Лукашенко в резервацию, так и это створает свою. Элиты. И снова-таки раскол элиты. Т.е. Недержавный бизнес ее наглядит с полной надеей или осторожностью на оппоненту. Державный вертикаль и с кирующей часткой она натурально говорит про полную лояльность. Вонковая поддержка. Вонковая поддержка она поддержка частковая легитимность. Вонковая легитимность, но легитимность на заходе и она начала мглево падать. И после кейса с Рейнером и после 2021 года эта ситуация уже далека даже не в желтом поле. Экономичная ситуация. Экономичная тут счастлива. Потому что опыт на ключевые товары белорусского экспорта я хочу нагадать, что 2021 год скончился с рекордом и с профицитом бюджета хотя бюджет плановался к дефицитам. Силовые. Стабилизация силовиков это есть. Организационные. Стабилизация но то же самое брак кадров. Это не в зеленом поле. Это все еще кризис. Передумовый кризис политический никуда не изникли. Это означает, что засталась низкая якость кирование системы особенно в среднем низовом взрыве. Это логично. Была спроба мобилизовать супры. Все ворохи Беларуси но и так далее. Но стабилизация изнотки на свое ядро. И на вертикале. Подтрымка звонка была РФ на начале КНР после КНР пошла потихоньку сползать. 2022 год. Тут очень важно, потому что 2022 год хочу нагадать. Это история с референдумом. И как раз таки пытание референдума было одним из ключевых для обновления показников легитимности. И на это складались великие надеи. Но это пытание с войной в Украине. Потому что когда Украина капитуливала балахутка, то у графели Егитына стояла бы зеленая. Потому что была спроба посадить на оппозитивное чекание. И тут не то, что не мороз, тут погроза взвужения. Потому что атаки с территории Белоруссии и проблемы коммуникации и люди просто элементарно боятся войны. Причина электоральная дура Лукашенко и не мороз, и это начинает сползать аккуратно в червоне поля. Иммиграция не воспринимает на угол. Все кто в Белоруссии спробовал жить крайней и ключевое пытание кто заместил. Элиты стабилизации стабилизации у недержавного бизнеса остался. Но стабилизация без позитивных чеканий приводит до поглубления кризиса. Вон когда легитимность с початком войны больше падает. Тут никуда не поденешься. Экономичная. Ситуация погрешается. Война страта частки рынков и неповеренность в завтрашнем дне. Все зависит от того, как закончится война в Украине. Силовые. И вот тут парадоксально, что так само за пытание войны так само силовые ресурсы снижаются. Это и лояльность войск, и лояльность силовиков, и так само как бы там не было бояться войны. И вот полные историчные нотки керонистов и сбройных сил, керонистов МВС прогреты как раз таки свечить. Потому что когда у тебя все стабильно, ты кажешь спокойно. Но вот это. Организационные. Так стабилизация заховалась, а не с браком кадров. И при умове падения легитимности, при умове падения вонковой легитимности, при умове непылности в силовом ресурсе, это будет бить по самой системе Улады. С каждым днем все более и более и более. И далее спроба пошуку. При этом спроба опелевания вот до этого идеи можем повторить там великое отечество и так далее, и она ничего не дает. И вот за распрофпошку может быть зауважили. Уже апелляция до часов ВКЛ. Про речь посполит не доводится тому, что с Польшей политический конфликт. речь посполит море это Кепска от ВКЛ это тоже добр. Ну и поднимка звонков. Китай поставил на паузу как Россия так и Беларусь. Я не скажу про рост гандлю. Гандль будет расти. Если Китай будет купить белорусские товары. Я скажу про трансфер технологии. Вот этой поддержки сейчас от Китая нет ни для России ни для Беларуси. Потому что война в Украине. Потому что влезли в эту войну. Зато полная поддержка от ДРФ есть от Туречии. И российский фактор заключается от того, что Беларусь в полной мере может стать контрабандным фактором часткового импроводозамещения это дает полный козырь Лукашенко не великий. Поэтому какие задачи на выпадку. Ликитивность массы та же самая выход на новые группы. И тут можно узгадать и заяву про старт политического строительства и узгадать 23-й год. Это год электоральной кампании и у парламент и у местцовые советы. Тому тут потребует выход на новые группы. Элиты. Стабилизация. Это ключевая задача. Потому что коли не будет легитимности сирот элиту то вся решта пляну по облацованию ситуации она развалится. Вонковая. Тут нет задачи в выходе на вонку вегитимность полную или частковую фактически в выводе в зеленое поле. Нет. Она остается близкой до червоного поля. Но задача стабилизации. Не падать. Чтобы она не изменилась. Это умовно говорит ты краины с которыми контакты официальный Менск застались краинами контактов. Экономично. Стабилизация к этой задачи. Так. Особливо после войны. Спроба обысти логистичное межевание. Спроба найти компенсацию рынку. Силовые. Мобилизация силовых ресурсов. Белорусские их структурование. Хотя удастся на упадку перед 23-м годом включая мобилизации. Тут с одного боку можно натурально закрутить гайки и что называется на морально-волевых вывести на стабилизацию. Но так же самое люди которые протестуют. И силовый блок белорусских ул. Он так само оставляется. Поэтому тут есть свои проблемы. Организационные. Так Идеальный вариант для Лукашенко забеспечить ротацию кадров. Могу запустить социальные рифты как пришли в систему кирования. Новые люди оживили своими идеями. Частково то, что вот зараз блогом амбассадора с Великобритании признающего дидератцем суперсионником по экономичным питаниям администрации президента спроба вернуть якосных управленцев. Но пытание у иншим. Пытание у тим, что эта ротация идеальный вариант и она не мягчима без стабилизации по иншим пунктам. Это сферичный конь вакууме. Реально это хотя бы частково запустить на конце года социальные лифты хотя бы на местном уровне створивши никакая конкуренция между разными группами элитов. Идеологичная. Ключевая задача выйти на что далее. Потому что идеологичный ресурс это идея что мы будем делать далее. Какой будет Беларусь подсадить населенность на позитивное досягнение. Ну и подтрыгнуть звонку стабилизации. И вот это базовая ситуация для как для одной так и для другой частки. Как вы бачите что ни одна ни другая частка она не может выйти станом населенно. И одна и другая частка находится в формате назовем так помежным с некеруемой дестабилизацией фактически с кризисом и одна и другая частка может выйти на относно стабильную ситуацию при конце этого года при умове нормальной работы. И вот как раз таки ключевая задача давайте сделаем вот так висели диаграммы или схемы и по великим рахункам только одна другая частка может работать в этих рамках. но как выйти хотя бы на зеленое или желто-зеленое поле который уже используется такой колеровой гаммой то и для других потребна смена в системе принятия решений. изменения политики изменения изменения политики потому что когда этого не отбывается давайте поглядим на ситуацию 2022 года и она застается в этом же самом поле а любой еще больше покорщает свою ситуацию когда она застается в формате 2022 года во всяком заразе то в таком случае украина политическая система и с Лукашенко и с ягонными оппонентами в Вильнии и Варшаве внутри Беларуси и она сходится на межок некеруемой дестабилизации в уголе краины когда кто выступает больше организованно это не означает что он приходит до влады это означает просто что он ягонной идеей ягонное навод иснование становится важным больше плывом ино чтобы вплывать на процессы трансформации самой Беларуси ну вот не так это базовые такие межи ответственно для Лукашенко это спроба обновить кадры спроба загулять на идеологичном поле я думаю что 2023 год мы это увидим для оппонента Лукашенко это ключевая задача это как раз таки вот тут все форумы конференции и так далее они могут перетвориться в Великой Сраче они могут перетвориться в створении некого субъекта субъекта это не означает один литр это система координации принять решение выращение конфликта внутренних и гарантование выканания потому что когда такая сила является она автоматично стоя больше но не так а далее и умовно кажучи заготовыми схемками можете моделивать по особенных группах там и офисе тихоноска латушка супротив там кто стеши так и о поле по ситуации а быть сам бы так ну а теперь давайте переводим до ваших пытаний так ну так Тарас Резько Чи зможе Украина реформуватись и модернизоватись после войны еще вистачить зеленского бажания и возможности для модернизации теоретично так ресурсы будут а мобилизація суспільства будет тут маем ну те же самые схемы давайте просто попробуем перекласти их на Украину мы маем легитимность мы маем зовнишнюю легитимность так у нас катастрофично бракуя економических ресурсов але есть силовый ресурс есть идеологический ресурс самая на трансформацию системы и есть зовнишняя поддержка за таких умов за наявности бажания и политической воли это реально и инша справа что тут политическая воля вона має бути в тому числе на визначение и властных механизмов трансформации потому что у есть очень хорошая высказка которая серед других много где повторилось не помню его автора но повторилось в том числе книжка это поддержка спроможных государств. Это авторы, которые работали в системе Международного валютного фонда и других организаций. И ключевая думка. Если ты хочешь стать большой государством, в жодном разе не слушай парад того, что тебе говорят о большой государстве, как это делать. Роби саме то, что они сами делали, чтобы стать богатым. Потому что такие парады часто-густо они расходятся с их власным досвідом, с их власной историей. Копию практики, копию успешных решений. И очень бережно подходить до парад и рекомендаций. Стану на сегодня, даже в час войны, поделитесь там и на Киевскую школу экономики Милованова, и на Єтманцева, и на инших. Вот обожающих скажем, реализовывать парады зовни богато, обожающих думать про власный шлях и разокупать маму. И вот ци ключевый выклад для Зеленского. Так, если Россия начнет в Беларуси своего спороцинга действия на освободительном движении, велик ли шанс, что люди будут винить во всем, где им силы освободительного движения? Слушайте, вопрос в данном случае не в том, кого они будут винить, вопрос в том, что они будут делать. То есть, если в Беларуси начнется более-менее активное сопротивление, это не только и не столько с оружием в руках, но это в том числе в Беларусской традиции саботаж и так далее, но тогда, тогда будет больно, но будет интересно. Початок нового политсезона, сколько их на угол было? Я думаю, что Йон-1 никуда не скончится. Давайте так, кожная смена внешних и внутренних воронков это новый политичный сезон. Мы имели уступление в политичный кризис в 2018 году, спробую его спустить на тормозах до 2020 года, после мобилизации белорусского громадства с большим эмоциям и выходом на улицы, это новый политичный сезон. 2021 год, когда не отбылось худой перемоги, хотя это было прогнозовано, и в 2016 политичный сезон сейчас война в Украине, которая истотно уплывает на нужную политику Беларуси. В 2023 год, когда нужно проводить первые кроки по реальной трансформации системы, иначе сама система развалится. Но это 8-8 у меня новый политичный сезон. Черчилль выход с опека и те же варианты. Слушайте, вопросы не Черчилля, вопросы не что будет потому что Черчилль как раз таки на консубъект. Это человек, который не был диктатором. Хочу нагадать. Это человек, который видел, что нужно делать, и он мог переконать угрызм других, и он мог гарантировать выполнение решений. Это вопрос субъекта. Субъект это выход из ситуации. Ваши думаете, как можно сделать активные боевые действия в Украине? Что нужно сделать? Ваша думка. Дивите, активные боевые действия в Украине, если говорить с точки зрения просто остановить боевые действия, это можно сделать достаточно быстро принять российские умовы. Но вопрос в таком разе Украина перестанет существовать. Водоповедно, если этого не происходит, то сегодня нет силы война Донбасс и Крым, но с каждым месяцем появляются силы чтобы наносить больше урон противнику и, возможно, за ближайшим временем повернуть частину территории. Ключовое завдание это не столько войсково, оскільки политичная поразка Путіна, при умовах якої он спробует выйти на певный диалог в том числе припевнение в огне и отход из частей территории Украины. Поэтому в любом разе ця фаза войны закинчивается певною мирною угодой, но оскільки Россия не будет разгромлена, то это будет тимчасовое перемирие. Это означает, что або политичная або экономичная або повноценная война она повернется и тут вопрос перекликается с первым вопросом в том, насколько быстро Украина становится и станет более мощной. Потому что если Украина станет более мощной, то самих войсковых действий после этого можно и не отбудеться. на политика можно говорить если Россия не дойдет и контролирует Кремлю или нужно створить свое и мозг российских отношений. Давайте так. Пытание в том, что так Россия сейчас катастрофична, но пациент еще не мертв. Я разумею, что простее сказать, что Россия не может прогрессить в Беларусь, то в таком случае на Беларусь нужно ставить крышу и варить. В следующем формате того, что Россия не может проголосить в Беларусь, и тут могу нагадать одно из опошенных видео, чему не справляется российская пропаганда в Беларуси, соответственно до этого часа пациент еще жив. И если пациент жив, это означает, что можно думать и варто думать над тем, как бы его живет и шипоболей. Почему оппозиция не может работать полностью и игнорировать их новое? Верно ли, что дело несправедливое распределение финансирования демократических инициатив? Слушайте, давайте так. Вопрос по финансам возникает в том числе в результате потерь легитимности. оппозиция не может работать с помощью игнорируя техноскому. В таком случае у других возникнет идея давайте будем игнорировать кого-то и кого-то еще. Вот как раз таки такой вариант, когда ты просто пытаешься работать игнорируя, вопрос не в игнорируя никого-то, вопрос в том, какие у тебя есть идеи, чтобы изменить ситуацию. а идеи влияния на Беларусь сегодня. Не на иммиграцию, не на тех беларус, которые выехали из Беларуси, на события в Беларуси, на настроение в Беларуси, на политические процессы Беларуси. Что ты собираешься делать на каждом этапе? То есть любая политическая борьба это приход к власти. Только полный идиот может рассчитывать, что сейчас придут какие-то освободительные силы из США и дадут им власть Беларуси. Нет. То есть в любом случае это процесс внутри страны. И или ты рассчитываешь на каком-то этапе в него войти, или ты на него влияешь, ну или ты просто остаешься идиотом на внешнем подсосе. Но прошу прощения за грубость. Ростат Оликтинаск это начинается и у Зеленского, как мне подается, вы бачите мажорской критики его на начале полномасштабной войны. Например, это Крымоноса. Давайте так. Пытание по легитимности. Как раз таки процесс был в отворотном керунку. Зеленский великий много страти легитимности перед войной. И его уровень поддержки был мизерный и как раз таки он стоял на меже войны сих супрот всех в информационном поле. Слушные кроки подчас войны дозволили ему стабилизовать ситуацию и сгуртовать громадство. Станом на сегодня его уровень поддержки находится в беспечном поле. Его легитимность президента не подвергается сумелам. Есть критика его к дению, это же пытание поддержки. Легитимность это насколько президент есть президент президент президент. Вот это пытание с начаткой войны возникли. Пытание критики решения и реагирование на критику это так само нормальная ситуация. Волонтеры в Украине это сейчас серьезная сила, за которую личности поважают. Волонтеры это неорганизованная сила. Личности поважают волонтерский рух, а волонтеры разные. Сам волонтерский рух это проява реакции громадства на кризис. И это натурально для политического керониста максимально заважать на такую прояву, ее выкрестовать, ее поддерживать. Потому что это и тут вопрос не только не столько о количестве грошей или некой допомоге войску, которую берут. И это вопрос не только о выращении таких же социальных вопросов. Потому что волонтеры часто лезут в эти места, где держава за все тормозит решение в их экономии. Куда держава не доходит, не успевает достиг. Но еще раз волонтеры разные. И сам волонтерский рух это один фактор который станет на сегодня подниматься как бы ни было. Игорь, прокомментирую о том, что контролируется БТКДБ у некой ступени, поэтому нема никаких выникнов. Слушайте, давайте не будем шукать, кем контролируется, нужно иметь доказ. Когда у меня были доказы на моменте компании, что российские медные активы работали на новых белорусских политических лидерах, как полезных идиотов, это я не знаю. А то, что это было, я не знаю. Я знаю только то, что есть целая низко шкодных расширение. И долгая история протягивается отсутствие анализа этой истории расширения. И это не только в офисе Тихановской. «Если Зинкович отпустят в США, это могут использовать налаживание отношений с Америкой?» Смотрите, постоянно на сегодня налаживание отношений с США именно возврат к ситуации 2019 года невозможен. Теоретически, скажем так, игра с тем, что Зинкович отпустят, она может в это сыграть, но Зинковича его паспорта. Было бы идеально, чтобы его отпустили, да. Это было бы хорошо, это был бы хороший сигнал из официального Минска, но максимум, о чем можно говорить, это осторожные шаги США по оттягиванию Беларуси от России. При этом с продолжением жесткой критики за демократию и так далее, потому что слишком далеко зашла спираль вот этой вот эскалации, и слишком много, ну образно говоря, ушатов дерьма друг на друга вылили. Мне непонятно, почему господин Сушкевич серьезно распарк так называемую оппозицию, которая полностью является проектом ГБ. Странный анализ. Заметьте, что в схемах я рассматриваю различные группы, которые оппонируют Лукашенко. Есть настроения, эти настроения достаточно сильные в белорусском обществе. Есть группы, еще раз, нету единой группы, которая бы под себя подмяла все. Есть различные группы. Суммарно, эти группы имеют определенную поддержку, имеют определенный ресурс. Кто из этих групп может стартануть, либо стартанет за счет ряда правильных решений и их выполнений, я сказать не могу. Но шанс есть у всех. Апелляция до 6-го года, до 6-го года, до 6-го вынешения всего белорусского есть такая идеологичная работа. Ну, с данным на сегодня, скажем так, так и есть, но при этом, до 6-го года, начинается апелляваться и далее и более. И тут пытание вынешения не у всего белорусского. Так, для Лукашенко белорусскость означает принадлежность до политической оппозиции. Тут пытание в посылках беспечного для Лукашенко формата основания такой рзац белорусской культуры. Натурально, это не будет развитие белорусскости, но в этой посылке нажали. Игорь, в 2022 году китайцы обновили активное будущее футбольное стадоинство. Но в этой демонстрациях очень политичная, что они будут протягивать с Белоруссией. Уменно, конечно, на паузу взяли, но просто по Китаю будет особенно подрыхтой великий ролик. Реально, с пункта прорывных проектов с Китаем богато, что поставлено на паузу. Как эти проекты шли, то Лукашенко отчувал бы себе однозначно лучше, чем Такаев, можно сказать, посылал хотелки Путина. Но Лукашенко сделала одну ключевую помылку. С территорией Казахстана по России не летели ракеты. С территории Казахстана не выходили российские танки на территорию Украины. Беларусь удержала агрессию. Беларусь может так само относиться до державы И, отповедно, покольки Россия влезла, покольки Китая проционно ослабление России и позбавление ее политических оттенок, то Беларусь причепилась к провозникам. При этом у Китая застаётся формат супрациониста и вот в одном со стримов с Петром Шевченко поглядите, как ласка. Концепция китайской прации маленький сябра великого сябра. Когда она начинает проработать с одной стороны великой державой, то она начинает проработать оперативными темпами и таким шином створяют балансир. как великая держава не надо рыпалась. И в формате Беларусь России по великим рахунку Беларуси была маленьким сябром великого сябра. И початок будет в стадионах это политический сигнал, что хлопчики девушатки, вы не надто лейте слезы. Идея, что вы будете таким маленьким сябром застается. Или вы будете разумным маленьким сябром Чья экономичная экспансия больше всего для нас? Российская и китайская и одновременно. Видите, они подразумеваются по своей судности. Российская экспансия это захоп активов и выкрытие экономичных механизмов для политического выплыва. Это можно сказать, что мы захопили, далее мы можем грохнуть, как, например, Дерибаска грохнула украинскую алюминиевую глину. Но без проблем. Китайская экспансия это экспансия с обеспечением просовывания китайских интересов, которые натурально-политичные ученики присутствуют, но это может быть и так само пытанием экспансии станом на сегодня технологичной. Тактично для Беларуси больше не обеспечена российская экспансия. Стратегично это тупиковый вариант, потому что Россия с пункта лишнего технологичного запаса уже далеко не Советский Союз на 80-е годы. Это уже держава третьего света. С полными рудиментами еще технологичная Галина. Если это технологичная Галина отмирает, это сейчас попробую. В свой час в 19-м 100-м годах писали роману про молодую женщину, когда вышла замуж за старика. Усподевание, что старик сдохнет. Но вот это то же самое. Усподевание, что если скукажется, то частка скукажется 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 с Китаем можно развиться технологично, а если выскочить будет складание. Если говорить про отрывание новых технологий или технологичный рывок, то сподеваться на технологичный транспорт от края скукажется заходу, можно еще с меньшей ступенью. Управдаясь с Китаем, то еще больше прижимистая. ВКЛ все говорили на русском языке. Давайте так. Русским языком на той момент называли мову, с которой пошла белорусская и украинская. А когда уже сказать русский существенно, то при дворе царя Ивана Грозного был толмач перекладчик. И не один. С литвинского языка а русского на мясо. Это на конт распределение и терминологии. Это основа гарантия безопасности. Это одна концепция, и про это надо говорить, это надо артикуливать. Так это может быть. Ярошь да поможет побудовать белорусскую армию. Ярошь зараз далеко не то, что было. Плюс с этой особы зарабили такое пудело, худшие российские СМИ. Након отбудовы белорусской армии. Про это так само сделаю особое видео. Господа, давайте не будем вспомнить белорусскую армию как просто певную колькость людей с автоматами. Армия это достаточно складанный механизм. Я не скажу про роды войск про наявность техники это склонно на механизм принятия решений рекрутинга гарантования и так далее. Ни одна сдержава в свету не будет финансовать и утримовать белорусскую армию. Потому что нам это банально дорого. Если сказать про теперь недоброхватников что вы не пойдуете вызвались в Беларусь поглядите уважливо на характер боев в Украине. Люди со стрелковой сброек это доброе. Или пытание в Украине что основные страты отбываются не от стрелкового боя. Немного атаков на ворох. Основные массы накрываются артиллерией. Поэтому на кон белорусской армии наявность людей которые прошли школу войны и которые дадут бог отрывать войсковую адухацию в Украине это важный чинник для будущих изменений. в Беларуси. Это важный чинник снесения на белорусские улады. Алия про то, что будет некое белорусское вызвольное войско и вы решите за все проблемы не варто. Как вы видите отношения между белорусским и украинским народом? Возможно ли обновление нормальных отношений? Не сразу, но возможно. Более подробно на патреоне я вывешивал в том числе на русском языке вопрос доклад по что делать с Беларусью но две части висят и я думаю, что сегодня завтра появится третью. это как раз таки ну что-то типа такой работы, которая в том числе используется легла украинским политикам как один из вариантов нормализации отношений. То есть быстро невозможно. Осторожно можно. Варто было рубить протест в двадцатом. А тут пытание не то что рубить и не рубить. Коли отбывается эмоциональная мобилизация коли люди боятся тогда боялись ковида всего иншуга и ее исполненность пойдет на некие изменения это отбывается само собой. Инша справа что в этой протесты когда они уже пошли трагедия в Беларуси была тем что мобилизация населенства была не самая великая с девяносто восьмой года. Но при этом субъекта кто бы сказал что я есть у Лада я буду брать у Ладу в Беларуси не было. Люди протестовали супрац а вот за что? за кого? Потому что все структуры давайте мы не будем брать у Лада мы будем только разговаривать про некий там Пероход все казали про Перамова Калистрым со Шигельским так хочется ну окей съездить он на эту конференцию в Вильне вот ну попробуй его постебать Владимир буквально час назад говорил что Китай с Путиным сближение не пошел но встреча с Ардеганами только говорят что интересно сближение с Турцией уже началось нет с Турцией сближения нету смотрите Турция она ведет вот как раз таки смотреть на политику Турции очень важно в том числе в прицеле Беларуси только в разных масштабах Турция была государством с отсталой экономикой с дефицитом ресурсов с дефицитом ресурсов финансовых людских интеллектуальных и с дефицитом энергоресурсов но турецкие власти поставили достаточно амбициозную задачу причем поставили относительно недавно на рубеже где-то 2002-2003 годов когда вот силы которые привели Ардегана посадили в кресло президента когда они получили большинство в парламенте и задача была очень простой стать региональной супердержавой и Турция планомерно к этому шла даже по тому же само газу и всему в 2010 году на Министерстве энергетики появилась фраза с которой все очень очень сильно смеялись что Турция будет газовым хабом для Южной и Западной Европы сейчас Турция имеет вход по газу из шести государств газопроводы строит никого это уже усмешек не вызывает при этом турки они достаточно циничны и рационально они пытаются работать со всеми помня о своих интересах то есть турки могут и даже во время войны в Украине они поставляют Украине оружие при этом они торгуют с Россией Родеган усиливает свое политическое влияние предлагая роль посредника при этом например из Беларуси идет импорт военных технологий ну те же самые беспилотные вертолеты и так далее но есть ограничения что они не будут передаваться России в том числе один из факторов почему например часть белорусских станций эффективно против бояракторов не работают в российских войсках на фронте в Украине это позиции той же самой Турции то есть это вопрос в том что ты твердо стоишь на своих интересах ты показываешь партнеру что вот тут мы можем говорить тут мы можем договориться а вот тут никак это говорится ничего личного и на этом фоне на этой базе ты выстраиваешь свою политику то есть Беларуси белорусским политикам тоже надо учиться такому подходу и как раз таки Эрдоган это один из политических лидеров чьи подходы стоит изучать Вас на форуме не будет ему только пришло не в курсе ну я бы сказать записываться якости глядача я не лечу потребными я это и так погляжу на форум ну запрошение с кудости на панели кудости до меня до меня не приходило но нет проблем нема то бишь ну так ну все на этом выцам выклежу что мы посидели поразмовляли на большее испытание отказал Люци дяку за то что были дяку за питание самому было тякаво спадюсь это стрим был не дарма ну что пожитать первое традиционное не верьте ни одному слову все проверяйте приходите до властных основам таблички выкрасывайте юзайте спробуйте задавайте незручные пытания одним словом працюйте головой лайкайте расшаривайте этот ролик этот стрим делитесь с ним с иншими подписывайтесь на канал подписывайтесь на патреоне это скажем так приносит приемных эмоций и стимулируйте стимул не забывать и не забывать на ютуб всего до новых встреч счастья радости мирного неба до головы всего на репчат до новых встреч